Добрый день, уважаемые коллеги. Это еженедельный обзор от компании Тикмил и с вами я, Артур Изятуллин. Нефтяные цены у нас сегодня переживают откат. Бренд пришла в снижение с уровня 80-50 долларов за баррель. Это примерно согласуется с нашей технической картиной, которую мы предложили вам в предыдущем прогнозе. Согласно ней, цены должны нащупать платформу для активного развертывания деятельности покупателей. Это примерно ожидается с уровня 76-75 долларов за баррель. Что интересно, цены перешли в снижение на фоне заявления Трампа, что он недоволен ходом переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. И это довольно-таки странно совпало с также его заявлением, что, возможно, встреча между США и Северной Кореей, то есть между лидерами этих двух стран, может не состояться. Так как Китай рассматривается как главный союзник поддержки США в переговорах с Северной Кореей, то, соответственно, Трамп может сейчас уже выискать недовольство, если он будет разубежден в том, что встреча действительно сорвется. И что он, в принципе, и сделал. Нарушение какого-либо прогресса в переговорах между Китаем и США – это, в принципе, отрицательный сигнал для нефти, так как это сигнализирует о возможном замедлении глобального спроса из-за введения тарифов. А швейцарский франк и японский иен, традиционные защитные активы, выросли против доллара в среду, так как рынки захлестнула волна осторожности на фоне итальянских проблем, а также вот этой вероятности срыва исторической встречи США и Кореи, о чем вот и Трамп сообщил в Твиттере. Ословление доллара против франка и японского иена на фоне значительного укрепления против других основных валют, например, австралийского и канадского доллара, которые мы наблюдаем сегодня, позволяет отличить тренд глобального неприятия риска от полномасштабного отката доллара на фоне факторов, связанных с экономикой США, которые, в общем-то, пока никак не заявляют о себе. А тихие гавани демонстрируют положительную доходность во время ухудшения настроений, так как предпочтение инвесторов по активам смещается в сторону низкой инфляции и волатильности, как следствие низких или отрицательных процентных ставок, положительного торгового баланса, так как тогда, когда страна больше экспортирует, нежели чем импортирует, это вызывает меньшее давление на национальную валюту. И, конечно же, здесь важен кредитный статус, то есть страна-кредитор, она как раз-таки пользуется популярностью у инвесторов, то есть ее национальная валюта, во время каких-либо потрясений. Кэрри-трейдеры, питающие интерес к разнице ставок, наоборот, сейчас терпят убыток. Это заметно по парам доллар-рубль, доллар-южноафриканский рант, австралийский доллар-франк и евро-франк. Вчера, как и предполагалось, Трамп написал в своем твиттере, что был недоволен ходом переговоров между Китаем и США, чем спровоцировал глобальное неприятие к риску на фондовых рынках. Тревожность на рынке также усугубила непрочность опор еврозоны, которые энергично расшатывают итальянские популисты, а также возможный срыв встречи между Ким Чен Иллом и Трампом, что возвращает политическую, геополитическую нестабильность на корейском полуострове в зону внимания инвесторов. Со стороны макроэкономической статистики разочаровали данные по еврозоне, в частности индексы активности в секторе услуг. Вот мы с вами можем видеть, что по индексам активности у нас сегодня практически вся Европа и Франция и Германия, в общем-то вся еврозона у нас показатели отстают от прогнозов. И оставаясь хотя и в зоне оптимизма, то есть выше 50 пунктов, они показали вот это отставание на фоне утраты экономического импульса еврозоны. Учитывая слабый внутренний потребительский спрос, неважные данные по производственной активности указывают на снижение внешнего спроса, то есть экспортных заказов, на которых был основан фрагмент уверенной риторики ЕЦБ в прошлом году. А политические риски вместе с ухудшением на экономическом фронте смещают риски для евро в сторону еще большего понижения. Вот на этом графике мы можем видеть, что у нас по производственным заказам в еврозоне в начале 2018 года выбились вперед именно товары, которые используются как капиталовложения, а также промежуточные товары. В то время как товары потребительского спроса у нас оставались, ну, показывали более вялую динамику, нежели чем заказы именно на остальные товары. Здесь мы можем также, в другом графике мы можем также видеть, что именно внешние заказы в начале 2018 года, они стали драйвером роста для европейской экономики, чем воспользовался ЕЦБ в проведении своих каких-то более агрессивных комментариев. В то время как внутренний спрос у нас оставался слабым. Поэтому прогноз по евро-доллару в свете данных событий сдвигается в сторону 1,15-1,1450 в ближайшей перспективе. Что касается у нас данных по Великобритании, то у нас вне вышли данные по инфляции, которые также не оправдали прогнозов. Откат, недавний откат фунта показал, что инфляционный толчок, который мы наблюдали также недавно, полностью пришелся на удорожавший импорт. Слабый внутренний спрос костно подтверждается индексом потребительской оптимизма, который у нас снова замедлился в апреле и снизился до уровня минус 9 пунктов по сравнению с минус 7 пунктами в марте. Негативный тренд во внутреннем потреблении также прослеживается через показатели потребительского кредитования, который резко снизился до 254 млрд фунтов стерлингов в мае. Вот мы можем видеть в данной статистике, что именно в марте произошло резкое снижение потребительского кредитования в Великобритании. База потребительской инфляции замедлилась до уровня 2,1% в апреле, хотя предполагалось, что падение составит 0,1%, то есть база показателей составит 2,2%. Жилищные затраты оказались менее эластичными, это можно увидеть в динамике этого индикатора, это новый индикатор инфляции, который включает все затраты на жилищные затраты, а также ренту, жилищную ренту. И этот показатель у нас составил 2,2%, что в принципе совпало с ожиданиями. Баланс риска в данной ситуации, вероятно, вынудит Банк Англии придерживаться политики аккомодации по времени с нормализацией ставок. Угроза дезинтеграции соседней еврозоны как основного торгового партнера будет оказывать давление на фунт, поэтому прогноз по фунту остается медвежий на уровне 1,32-1,31,50 против доллара. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, встретимся с вами в пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!